Друзья, перед тем, как начнется это видео, секундочку внимания. В это воскресенье, 23 июня 2019 года, примерно в 16.00 по Москве, возможно чуть пораньше, возможно чуть попозже, но тем не менее, на моем основном канале должен состояться полноценный и долгожданный стрим на природе. И как вы догадываетесь, это будет не простой стрим, а стрим рыбалка. Да, я надеюсь у нас все получится, потому что мы основательно к этому готовимся, закупаем снасти, все самое необходимое, выбираем место. Пока что мы ловим только интернет, но я надеюсь в воскресенье все будет хорошо. И мы поймаем огромную рыбу и приготовим прямо в прямом эфире первоклассную уху по всем традициям и канонам вместе с вами. Поэтому все приходите, мы обещаем вам веселый, душевный, ламповый стрим. Ну а сейчас я вам желаю приятного просмотра. Нефть никому не отдать. Это все наше богатство. Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Солид. И я сегодня, как вы видите, при параде. А это значит, что у нас будет не просто интересный обзор, а обзор сравнения. Как вы знаете, в мире существует всего три сверхдержавы. Это Россия на первом месте, это Китай, потому что они с нами дружат и мы их поддерживаем всяческими полезными ископаемыми. И Америка на задворках нашего трехвагонного поезда. Но вы же понимаете, что мы не можем сравнивать наш паёк, не имеющий аналогов в мире, с вторым и третьим местом. Наш паёк самый главный, самый первый, самый лучший. Поэтому у нас сегодня будут соревноваться китайский МРЕ и его аналог американский. Сухой паёк. И я бы сразу приступил к сравнению этих прекрасных ИРП, если бы не одно маленькое «но». Мне нужно добить одного босса. А боссы в игре Rideshade of Legends действительно эпичные и отожерные. Вы только посмотрите, как выглядит это драконище. Правда, любоваться тут особо некогда, а то слопает, как вон ту тётеньку, и всё. Чтобы не попасть в такую же ситуацию, ваш отряд всегда должен быть сбалансированным и грамотно вкачанным. Пошаговая система боя, конечно, даёт возможность обдумать каждый свой ход. Но для победных рейдов свою команду нужно укомплектовывать с умом. Благо здесь есть просто огромный выбор чемпионов на любой вкус. Каждый по-своему уникален и проработан до мелочей. А кроме увлекательной сюжетной кампании, здесь всегда можно сразиться с другими реальными игроками или даже принять участие в каком-нибудь турнире за ценные призы. У игры высокие оценки в сторе, и я ей тоже поставил 5 баллов, потому что это реально классно сделано. А скачав игру именно по моей ссылке в описании, вы получите 50 тысяч серебряных монет и крутого эпичного чемпиона. Ссылка в описании. Итак, мы начинаем. Счётчик выставлен. Начнём, как всегда, с упаковок. На первый взгляд может показаться, что это абсолютно одинаковые, либо примерно схожие упаковки, но на самом деле нет. У китайцев это даже очень водопроницаемая упаковка, потому что здесь есть отверстие. У американцев всё очень надёжно, у них очень высококлассный полиэтилен, который ещё хрен вот так вот порвёшь. Его невозможно порвать почти. Вот, еле-еле открыл. У китайцев всё очень легко рвётся, просто вот так вот, видите, всё вот так вываливается. Всё. Это китайский. Естественно, американцы здесь победили. Балл сюда. Очень много подписчиков спрашивают меня, солят, а как определить срок годности. Если у многих РП срок годности написан прямо на упаковке, и даже у китайцев, здесь дата изготовления 2017 год, то у американцев не написано вообще ничего. И у вас, естественно, зародился в голове вопрос. Солят, а как нам узнать? Вот, допустим, мы купили на рыбалку сухой паёк Америки. И как убедиться, что его можно есть? Всё очень просто. Есть выход из положения, есть соответствующий сайт. Заходим на него, вводим вот этот пароль, который... Вот его почти не видно. Вот 7194. Видите? Вот здесь вот такой вот пароль. Вводите его, и мы с ужасом узнаём, что этот паёк был скомплектован в 2017 году. Геморройно. Не очень удобно узнавать. Гораздо проще сделали китайцы. Прям на упаковке распечатали. Поэтому плюсы. Чтобы было всё честно, мы специально выбрали два азиатских пайка. Ну, китайский это он априори, де-факто азиатский. Здесь у нас 22-ое меню написано Asian Style Beef Strips. То есть это что-то говядина по-азиатски вместе с овощами. Вот примерно так я это перевожу. Теперь переходим к сравнению комплектации. У американцев это ещё один водонепроницаемый пакет вот такой прозрачный. У китайцев ничего подобного нет. У них просто наложены вот эти основные блюда. Ложки, мелочёвки, напитки и так далее. Вот в тот пакет основной. Естественно, плюс американцам за такую продуманность. Кстати, насчёт калорийности. У американцев это стандартные 1200 либо 1300 килокалорий. У китайцев 4000. Они приблизились к нашему ИРП суточному. Но тут сразу нужно вести поправку. На упаковке указаны не калории, а килоджоули. И если их перевести в калории, то и получится почти 965 килокалорий. И всё встаёт на свои места. Извиняюсь, что не уследил. Но давайте посмотрим внимательно, ещё он состоит. Это первое основное блюдо. Второе основное блюдо. Дальше напиток. Ещё какая-то дичь на ужин, видать. Ложка. И всё. У американцев паёк, естественно, побогаче. Это основное блюдо. Правда, оно здесь одно. Это и вот такая булочка. И ещё какая-то пюрешка. И быстрорастворимый напиток какао. Отдельно лежит беспламенный разогреватель. Ещё две вкусняшки. Запакованная ложка. И пакетик со всяческой мелочёвкой. Естественно, американцам я должен поставить балл за такую богатую комплектацию. Правильно говорю? Вот надо им балл... Вот ешь! Ешь, пока дают. А то скоро орехов-то не будет у нас. 200 рублей уже потратил на эту белку. Дроздов же ушёл с мире животных. Надо кому-то заменить. Иди сюда. Белки вообще в России это самое популярное животное. Его можно встретить везде. Куда, блядь? Ну и, наконец, переходим к дегустации и сравнению главных блюд. У китайцев это, естественно, рис. У американцев я риса не нашёл. Извините, они что-то отказались от риса. Значит, у китайцев это всё дело находится вот в такой теплозащитной упаковке. У американцев тоже такое есть, только это картон обычный. То есть, они решили сэкономить. В зимнее время лучше, естественно, вот такая штучка. Поэтому китайцам балл. Главное блюдо у них располагается в схожей упаковке, так же, как у американцев. Только вот есть косяк. Видите, всё испачкано вот в этом химическом, блин, составе, который пылит. Вдыхать его не рекомендуется. Это очень опасно. Иначе эта химическая реакция будет внутри вашего организма. Давайте попробуем разогреть. У китайцев это два элемента. Вот таких по четыре штуки. У американцев один, но тоже по четыре здесь внутри находятся. Балл сюда. Здесь гораздо быстрее и эффективнее это можно приготовить. Сайнт Спринг. Значит, теперь переходим к казусам. Вот у китайцев, вот казалось бы, что может быть лучше? Вот здесь нарисовать линию, точно так же, как это сделали американцы. Вот видите? Нет, у них отдельный пакетик. Вы что, это вот как у японцев они сделали. У японцев такой же пакетик есть. Значит, заливаем сюда воду. И очень быстро мне после этого нужно залить воды сюда, чтобы адекватно оценить химическую реакцию американцев. Уже началось. Прикинь? Уже началось. Это мгновенно происходит. Ты посмотри, уже шипит. Так, американцы пока что фигней страдают. Китайский беспламенный разогреватель просто вздернул американский как ту зигрелку. Ты посмотри. Не-не-не, он только сейчас. Вот только сейчас пошла реакция. В течение пяти минут буквально. Здесь уже все, она уже заканчивается. Обалдеть. За скорость китайцам несомненный плюс. Вот для тех, кто спрашивает, для чего эта картонная коробка, я специально говорю, чтобы ваши ручки не обжигались об этот полиэтиленовый пакет. То же самое и здесь. Вот по теплоте сейчас вот в данный момент то же самое происходит. Прошло шесть минут. Ну а пока наши вкусняшки разогреваются, расскажу вам пару интересных фактов. Численность американской армии примерно миллион человек. И интересно здесь то, что она разделена почти пополам. То есть полмиллиона несет службу прямо сейчас. И еще столько же находится в резерве и в составе национальной гвардии. Армия Китая это крупнейшая по численности армия в мире. Представьте, более двух миллионов человек на службе. И бог его знает сколько еще в резерве. Цифры здесь разнятся. От еще одного миллиона человек до 400 миллионов резерва в случае глобальной войны. Американцы служат на контрактной основе. Именно отсюда зародился странный и по своей сути недалекий миф о том, что американец служит исключительно ради денег. И в случае чего они все поувольняются и разбегутся. То есть если профессионал, который подписал контракт, хорошо живет, обеспечивает семью и детей, думает о своем будущем и карьерном росте и выбрал именно военную специализацию, то он почему-то не может быть настоящим патриотом своей страны и в случае чего должен уволиться и разбежаться. Да. А в Китае все наоборот. Там призывная система, оттуда уволиться и разбежаться просто не получится. Но самое интересное это сравнение техники. Возможно данные старые и неточные, но все-таки информация интересна. У китайцев более 8 тысяч танков. У американцев более 9 тысяч только Абрамсов. Да, вы не ослышались. Дальше хуже. Боевых машин пехоты у Китая 4,5 тысячи, а у американцев в целом почти 7 тысяч. Вертолетов у Китая более 130 штук. У США только ударных Апачи 800. Только Апачи. Поэтому китайская армия хоть и самая многочисленная, но воевать им с американцами просто нечем. Хотя, учитывая количество населения и промышленность, не думаю, что для Китая станет проблемой сделать еще пару десятков тысяч танков в случае какой-то глобальной войны. Но лучше, чтобы такого никогда не было. Ну а мы возвращаемся к нашему обеду. Итак, мы приготовили наш обед. Это американцы, это китайцы. Вернемся чуть назад и обратим внимание на упаковку еще раз. У китайцев какая она была грязная, такая и есть. Даже еще грязнее. И открывается она с верхней части. Это важно, потому что если бы у нас не было тарелок, то нам бы пришлось черпать вот с самого дна этой ложкой. Это было бы крайне неудобно. У американцев все чисто, все ровно, все по-культурному. И открывается она уже как практически тарелка. Видите, как удобно? Она вот горизонтально открывается. И можно достаточно легко и удобно все употребить. Насчет столовых приборов. У китайцев ложка выглядит следующим образом. Чем-то она очень напоминает американскую, только с более таким, знаете, рубленным квадратным дизайном. Зеленовато-коричневатого оттенка. Не очень-то, я бы сказал, качественная. Хотя она намного лучше, чем наша. По крайней мере, вот я ее не могу сейчас согнуть, как-то сломать. В общем, достаточно крепкая. У американцев это знак качества. Потому что я считаю, что среди всех ложек во всех ИРП американские самые красивые, самые удобные, самые качественные. Они не гнутся, не ломаются, ничего с ними не происходит. И они долговечные. Поэтому оператор у меня их копит. Блин, я тут, короче, пока все это выкладывал, руки себе зафоршмачил. И, кстати, мы как раз-таки переходим к салфеткам. У китайцев есть, я так понимаю, одна единственная салфетка. У нас и то даже больше. У нас три. У американцев есть и влажная, и вот такая салфетища. Естественно, бал сюда американцам за салфетки. Возвращаемся к нашим главным блюдам. Поскольку сравнивать их внешне не имеет никакого смысла, давайте хотя бы по вкусовым качествам сравним. Насколько они друг от друга сильно отличаются именно по качеству. Американцы. Здесь очень много мяса, огромное количество подливки, лука, очень много лука. Я прям чувствую его. Очень пересоленые блюда. Это наверняка как-то связано с азиатской кухней, потому что это они любят. Пересоленые, переперченные там. Очень много специй добавлять. Ну вот, это их. А наши РП тоже азиатские, что ли? По баллам Америке ставлю 8 из 10. Сначала кажется, что пересоленые, но потом ты к этому привыкаешь и втягиваешься в этот вкус. И тебе потом пить неохота, в отличие от многих наших блюд, где ты вот поел, допустим, тушеночки, и все, тебе надо чем-то запить. Здесь такого нет. Я не знаю, по какой причине. Возможно, из-за того, что здесь априори много воды. Вот весь этот состав, вот этот полужидкий такой, хорошего, приятного цвета, да, такая детская. Ну вот, в общем, 8 из 10. Переходим к китайскому блюду. Грубо говоря, это рис с мясом и морковью. По внешнему виду вообще вопросов нет. Посмотрите, насколько качественно это выглядит. Китайцы в этом смысле молодцы. Умеют обманывать людей, потому что внешне это выглядит божественно. Но по запаху, вот ничем, ни мясом, ни морковью, ни рисом, вообще ничем не пахнет. Пахнет просто какой-то травой и комбикормом, какими-то злаками. Все, больше ничем здесь не отдает. Как они это едят? Ну-ка. Ничего более безвкусного я в жизни не ел. Вот просто как будто ешь, ну, злаки без соли, без специй, хотя выглядит-то шикарно. Если попробовать мясо отдельно, вот кусочек, все то же самое, как будто мясо искусственное, не кокущее, понимаете? Естественно, американцы в данном сравнении выигрывают. Я за это ставлю, ну, я не знаю, 2. 2 из 10. Вот примерно так оцениваю. Хрень. Друзья, у меня сейчас дилемма, потому что у китайцев есть еще одно полноценное блюдо, а американцам впервые нечем ответить. Они свободны. Американец свободен. От балла. Поэтому ставим балл сюда. Давайте вскроем, посмотрим. Точно такая же упаковка, ничем не отличается от предыдущей. Все то же самое, вскрываем. Вот давайте посчитаем, через сколько секунд, может быть, тот раз лучше. Уже. Ты прикинь? Самый лучший разогреватель, получается, это у китайцев. Охренеть. Так, поскольку американцам ответить на это не на что, как я уже говорил, мы попробуем другое блюдо, а именно какой-то пирожок здесь есть. Вот такая вот булочка у американцев. Вот. Выглядит она следующим образом, по запаху, ну, обычный, приятный, среднестатистический хлеб, ничем не отличается от того, что мы покупаем в магазинах. Чуть-чуть полежалый, вот примерно такой запах. И давайте выдавим на нее то, что так любят американцы, а именно арахисовое масло. Спасибо, блядь. И у нас получился вот такой бутербродик, чего у китайцев, естественно, нет. Поэтому баллы сюда, раз балл, два балл сразу. Я еще не оценивал по вкусу, да. Какая же эта слухомятость. Очень сильно вяжет, ребят. Все равно прикольно. Это лучше, чем наши галеты, допустим. Это неадекватно. Я понимаю, что у них такого аналога нет, и американцы уже наверняка практически побеждают, но вдруг произойдет чудо, и они вот на этом вырвутся. Сейчас вот самый такой вот ответственный будет для китайцев. Что тебе опять не нравится? Я в шоке. Я в шоке от того, что вот что они едят, вы подумайте. Бедные китайцы. Серьезно, давайте их в комментариях пожалеем, потому что американцы и так против них вводят санкции. Поэтому мы с ними дружим уже тесно. Уже чем дальше, тем теснее должны дружить с китайцами. Китайцы, они молодцы, они вон какую экономику-то выставили. Что ты меня отвлекаешь? Дай насчет еды-то поговорить. Это то же самое, ребят. Вы посмотрите. Они в предыдущее блюдо добавили просто горох и еще какую-то фигню, что-то типа шампиньонов, которых тут практически нет. Либо это вообще какие-то водоросли неизвестные мне. И все. И сказали, что это новое блюдо, и оно второе. Фу. Давай за миллион подписчиков, давай. А, если за миллион... Вообще без вопросов. Забас. Ну что? Что ты кривишься? Жуй давай. Я не буду глотать. В смысле? Не буду. Я не привык такое глотать. Ничем по вкусу не отличается. Да, тут есть гребаный горох. Толку от него, что он тут есть. Ну положите вы что-то иное, новое. Хотя бы лапшу. Или там мясное блюдо действительно какое-нибудь. Либо свое растительное какое-нибудь знаменитое. Нет, они рис. Даже не спрашивайте. Опять два. То же самое. Такая же оценка. Ну и наконец-то мы дошли с вами до самого интересного. А именно сравнение вкусняшек. Вкусняшки это самые прикольные продукты питания во всех ИРПшках. Потому что они все разные. Все они отличаются. И сравнивать их, кстати говоря, очень сложно. Вот здесь у китайцев вот такая ботва. Вот в таком количестве. Тут кот наплакал, можете видеть. Это салат. Из чего даже не представляю. Я могу сделать догадку, что это либо капуста, приготовленная как-то по-китайски. Либо это какие-то водоросли. Воняет. Подобная дичь встречается практически во всех пайках китайской армии. То есть они это любят. Они это уважают. Они это ценят. Не знаю. По вкусу. Хрустит. Чего? Хрустит. У меня зубы хрустят. Представьте себе, что у вас на тарелке просроченная квашеная капуста. Которая лежала где-то в бочках годами, столетиями. Она уже пожелтела. Она пришла вот в такой примерно вид. И она воняет. Она постепенно разлагается. И она с перцем. Очень перченый продукт. Вот примерно такое ощущение. Причем это не просрочка. Вы не подумайте, что это просроченный уже. Он испорченный. Поэтому я буду оценивать неадекватно. Нет. Я такой же пробовал. Все было то же самое. По баллам ставлю семерочку. На удивление. Потому что, понимаешь, оно на первый взгляд противно. А когда еще раз попробуешь, ты чувствуешь какие-то нюансы. Ты чувствуешь вот эти вкусовые прелести. И кому нравится что-то хрустящее, что-то такое капустное и острое, вот тому это зайдет. Вот оно очень хрустит хорошо. Ты за уши притягиваешь китайский рп. У американцев из вкусняшек яблочное пюре, которое выглядит следующим образом. Уж не знаю, почему оно красное, но вот как-то так случилось. Давайте попробуем. С этим благодать. Значит, такое ощущение, что здесь еще есть клубника. Помимо яблока. То есть яблочно-клубничный такой оттенок. Значит, все сожрал и поставил три балла. Красавчик. Все сладкое, все односложное. У них очень часто попадаются эти яблочные повидлы вот эти. И у нас тоже. Все это привыкшие. Поэтому три. А у них что-то особенное. Этого мало. Это хрустит. Это перченое. А перченый уже полюбил. И у китайцев на этом вкусняшки закончились. У американцев еще есть джем. Причем он достаточно редкий. Вот вы когда-нибудь пробовали виноградный джем? Всегда какой-нибудь другой. Малина, клубника, земляника, яблоко. Ваше здоровье. Не, на самом деле очень вкусно и гармонично. Вот заметьте, американцы это одна из немногих стран, которые в свой рацион для солдат добавляют именно хлеб. Именно свежие какие-то вот такие продукты питания. Я честно не понимаю, как он у них долго хранится. Может это не настоящий хлеб? Может это какая-то подделка химическая? Может быть это только напоминающий хлеб? А на самом деле это все очень вредно даже. Поэтому они жреют все. А может потому что вакуумная упаковка? И что? У нас тоже есть вакуумная упаковка? Где? Там нету. Что ты туда смотришь? Блин, ну по вкусу это десятка. Но я десятку поставить не могу, потому что они совсем победят. Вот совсем с большим отрывом. Ну давайте поставим шесть. Снизим специально. Поддержим китайцев. Потому что у них офигенное население. У него большое население. Хорошие мирные люди. Не то, что американцы везде ставят базы свои вот эти. Все время хотят подкратиться к нашим границам. Да. Да. Поэтому все время наготовить. Они живут в тесноте, да не в обиде. Вот давайте так жить. В тесноте, да не в обиде. Что, свои территории надо кому-то отдать? Я такой вообще не говорил. Я про то, что вот допустим есть город. В нем много людей живет. Я вот про это говорю, что это теснота. Чтобы люди были не злые друг другу. Чтобы они помогали друг другу, если могли. Чтобы было кому бабушку через дорогу перевезти. Вот про что я говорю. Ты мне про какую территорию говоришь? Сейчас мы типа еще что-то отдадим. Кому? Кому? Мы лес никому свой не отдаем. Нефть никому не отдадим. Это все наше богатство. И завершающей нотой нашего видео будет сравнение напитков. Ну вот посмотрите сами очень внимательно. Вот китайский, а вот американский. Даже визуально американский более продуманный. Потому что это уже фактически стакан. То есть вы здесь его надрываете. Открываете. Внутри есть клапан. Заливаете сюда воду. Потом опять закрываете. Все это дело перемешиваете вот таким образом. Открываете и у вас готовый стакан. Даже есть выемки для пальцев. Вы можете пить без всяких стаканчиков. У китайцев ничего такого нет. Это простой полиэтиленовый пакет. Который нужно куда-то высыпать. И где-то это заварить водой. Вот такая красота. Приготовили мы напитки. И я забыл про то, что у американцев есть еще вот в этом пакетике с мелочевкой. Именно клубничный напиток отдельно стоял. Поэтому у них больше их американцам балл за комплектацию еще раз. Потому что напитков больше. Начинаем вот с этого. Вот такая красота. Запах. Я бы сказал, что он лимонный. Но это не так. Вот то, что я сейчас скажу, Сергей, на камеру. Вот если я выражу свои ощущения по поводу этого. Люди не поймут. Ну вот как можно понять, что это сладкое. Что это кислое. Что это соленое. И что это холодное. Очень холодное. Оно прямо вот прошибает. Несмотря на то, что вода достаточно теплая. То есть если это было бы зимой, все. А мне бы конец. Я бы тут замерз. Это как всегда. Это всегда так, Серег. Это Витя. Да иди ты нахер. Это Витя. Переставим в другой. Я понимаю, ты боишься, что тебя не пустят в Китай. Почему? Я же пью. Ой. Тебя же говорите, когда пьешь. Короче, это говно. По поводу аналогичного напитка американцев. Выглядит следующим образом. Произошла вот такая химическая реакция. Мгновенно напиток потемнел. Ну-ка. Какой он сладкий, насыщенный. Натуральный. На, Серег, от тебя я оставил отдельно. Я уж не буду тебя заставлять это пить. Ну и завершающий напиток на сегодня. Это американское какао. Вот в чем разница, ребята? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вот до сих пор не могу честно понять. Какао это оно. Но кофе это он. Ну, слова-то схожие. Какао, кофе. Вот у меня почему-то похожие. Не знаю. Ассоциации какие-то есть. Блин, если бы у меня были уши, они бы вот закрутились бы, как в рекламе. Блин, давайте добьем. Десять. Очень круто, очень. Американский паёк, несмотря на то, что он по ценнику даже схож с китайским в России. То есть китайский стоит примерно полтораха и американский. Ну, плюс-минус столько же. Он его вздернул как какую-то фигню. У жвачки нет ничего сверхъестественного. Это все то же самое в наших магазинах. Точно такие жевательные резинки продаются. Единственное, что тут более сладкий вкус. Вот это вот единственная такая поправка. Ты, говорит, на такой ноте закончишь и все, как-то некультурно. Что я могу сделать? Я могу вот так вот только смешать вот это все. И попробую. Что я могу сделать еще? А сейчас краткий вердикт. Несмотря на то, что американцы безоговорочно победили, нужно отдать должное китайскому пайку. По габаритам он точно такой же, как и американский. Есть отличный беспламенный разогреватель. Есть хорошая и не ломающаяся ложка. Блюдо находится не в консервных банках, а точно так же, как и у американцев, в качественной полиэтиленовой упаковке. Да, видно, что он не такой богатый. Да, отсутствуют вкусняшки, жвачка, туалетная бумага. И сами блюда оставляют желать лучшего. Но! Во-первых, китайцам виднее, чем кормить своих солдат. Может быть, наоборот, для них это привычная кухня. Во-вторых, нужно учитывать количество солдат. Попробуйте прокормить американскими МРЕшками двухмиллионную армию. Даже Китай здесь разорится на еде. Только вот я не понимаю, откуда такой ценник у нас в России на китайские пайки. Ну ладно. В общем, китайцы умело позаимствовали стиль и саму идею у американцев и сделали свой оптимизированный вариант. За что им отдельный респект. Американцы, в свою очередь, не подвели. У них есть богатый исторический опыт по изготовлению своего МРЕ. И мне нравится, что их еда постоянно свежая, не черствая. Внутренность пакета выполнена в едином стиле. И самое главное, сам паёк неприхотлив. Он может лежать и на холоде, и в жару, и на воде, и под водой. И при падении он не повреждается, так как там ломаться просто нечему. В общем, выдерживает любые экстремальные нагрузки. Вот. Как-то так. Ребят, на этом, наверное, всё. Всем огромное спасибо за просмотры. Не забывайте про подписку на канал. Ставьте пальцы вверх. Комментируйте. Делитесь этим видео с друзьями. Всего вам самого наилучшего. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok